Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голосуем за принятие повестки дня Ставится на голосование предложение господина Маркович О исключении из повестки дня Текста декларации Кто за данный вопрос За то, чтобы он был исключен Прошу голосовать Против? Раздержавшиеся Раз, два, три, четыре Четыре Голосуем за повестку дня Голосуем за предложение по включению дополнительных вопросов Первый дополнительный вопрос О изменении назначения строений и обустройок Кто за данный вопрос Прошу голосовать Против? Раздержавшиеся Единогласно О разрешении Муниципальному предприятию Живично-Колунальное КССППЛ С направлением срока действия Договора найма АО «Пармавед» Кто за? Против? Раздержавшиеся Единогласно О правлении срока действия Некогда с договором найма Кто за? Против? Раздержавшиеся Вне голосовой Спасибо О согласии назначен наем Неиспользуемого помещения По плану срока действия Имени Ломоносова По улице Курвара Лариса 5 Кто за данный вопрос Прошу голосовать Против? Раздержавшиеся Единогласно О рассмотрении заявления Индивидуального предприятия Побережная Ирина Кто за? Против? Раздержавшиеся Единогласно О рассмотрении Обращения Молдингумбанк От 6 декабря 2017 года Кто за данный вопрос Против? Раздержавшиеся Единогласно Об утверждении Техско-обращения Сняли Об участии Муниципи Обрат в программе Фонд Малых Проектов 2018 Версия Городская инвентаризация Кто за данный проект Против? Раздержавшиеся Единогласно Обнесение изменений Об решении Совета Муниципи Об голосе Номер 12-3 28 декабря 2017 года Об организации Новогодней ярмарки И мест полдых Орвлечения На почте Василия Александровича Кто за данный вопрос Против? Раздержавшиеся Единогласно Выносится на голосование Утверждение повестки Дня в целом Кто за утверждением Повестки Дня в целом Прошу голосовать Против? Раздержавшиеся Один Уважаемые советники Предлагаются Утверждение Следующей Регламент Заседания Для доклада По вопросам Повестки Сняв до 3-х минут Для обсуждения До 2-х минут Для репресс До 2-х минуты Советникам Предлагается Наступать Не более Два раза Одного Повестки Если Некаких Предложений Замечание Прошу Продолжать Кто за Против? Против? Раздержавшиеся Единогласно Уважаемые Коллеги В соответствии С статье 20-й Частью 1-й Незаконно Орес На публичном Управлении Необходимо Назначить Одного Советника Присутствующего В этом Подписать Решение Совета В случае Если Президент Присущий Не сможет Подписать Предлагаю Кандидатуру Советника Кандидатуры Кто за Данную Кандидатуру Против? Раздержавшиеся Единогласно Выносится На рассмотрение Первый вопрос Повестки Дня На вытверждение Отчета В исполнении Муниципального Бюджета За 2017 Заключение Специализированной Комиссии Да, господин Маркович Госпожа Представьте Я хотел узнать 21 вопрос Сколько Вы Против И сколько Вы Данную 24 Да И Голосовали Против 6 Я смотрел По залу Значит У нас Голосовало 1 За Да 8 Против 4 Воздержался Скажите Как прошел Тогда Вопрос Не прошел Все Так Снимай Заключение Специализированной Комиссии По Правству Решения Комиссия Послужит Команда Другого 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 Комиссия Подожди Читимы Обязательно Господи Комиссии 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 Обязательно Подожди Комиссии Комиссии По сотрудничеству Также Дает положительные Заключения Комиссия Волосованию Рекоменует Уважаем Проект Комиссии 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 Продолжение Комиссии 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 Управление направлено исковое заявление в судебную инстанцию, оно рассматривается в судебной инстанции в Муниципе Иршиньор. На данный момент оно находится в производстве, в судебном производстве. Словно действовать будет скоро решение. Да, окончательное решение по одному. Еще вопросы к докладчику есть? Есть. Правильное голосование. Кто задан на задание решения? Да, представитель. Обратите внимание, право сделано. Понимаете, тяжело смотреть. Влево, право, обновление. Если можно, я сам говорю, что вопрос остался такой же, как и был на заседании комиссии. Объявите суммы и предприятия, те, которые являются сегодня должником согласно бюджета. Если вы кто-то задали, руководители предприятия, очень бы хотелось бы услышать и пояснить составляющую по данным задолженности. Мы на комиссии просили, чтобы пригласить руководителей предприятия, которые имеют до должности отчисления бюджета муниципи РДО. Спасибо. Продолжение следует... 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 в каждую неделю, из-за Минстерства Финансов, контролирую бюджетную муниципальную, в том числе, в каждую неделю, авертизировал, во время инстектората фискала, что, если бы на УДГА не было ответственности, в течение датуре исправности, то, может быть в бюджетную муниципальную. А был седент, в партии, с дома Балан, в Минстерстве Финансов, который был подвес, из-за Минстера Армашу, в котором в Казахстане имеют решение о принятии реклам pes за что эти датуре будут решать целые неправильные датуры, а сейчас形ировали по 30 лет, и чтобы рассмотрелшие деньги, для того, чтобы решить что-то хреналии, чтобы решать свои датуры по 3 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Об отмене решения Совета муниципия Беллс номер 4, дробь 3 от 27 июня 2014 года об установлении опеки над несовершеннолетним Шениза Викторией. Комиссия по образованию рекомендует ответить на это решение. Вопросы к докладчику. Вопросы к номер 2. Кто за, правильный? Против, воздушавшимся и демократии. Следующий вопрос об отмене решения Совета муниципия Беллс номер 4, дробь 72 от 27 июня 2014 года об установлении опеки над несовершеннолетним Шениза Даниилом. Комиссия рекомендует утвердить проект решения. Вопросы к докладчику. Вопросов нет. Кто за, правильный? Против, воздушавшимся и демократии. Об отмене решения Совета муниципия Беллс номер 19, дробь 50 от 1 декабря 2015 года об установлении опеки над несовершеннолетним Кипель Максимовым. Комиссия рекомендует утвердить проект решения. Вопросы к докладчику. Вопросы понятны. Кто за? Против? Продержавшихся? Единогласно. Следующий вопрос о предоставлении разрешения на формирование объекта недвижимого имущества по улице Виктории 57-Б. Заключение специализированной комиссии. Вопросы? Я прошу прощения. Вопрос 11. О предоставлении разрешения на формирование объекта недвижимого имущества по улице Ивана Кам�� 29. Заключение комиссии. Вопросы к докладчику? Вопросы к месту. Кто за? Против? Против. Продержавшиеся? Единогласно. Следующий вопрос о предоставлении разрешения на формирование объекта недвижимого имущества по улице Виктории 57-Б. Заключение комиссии. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Кто за проект? Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о предоставлении разрешения на формирование объектов и движений в районах Штепан-Чермаре, 162-б, заключение комиссии. Вопросы к докладчику? Кто за, против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о подтверждении технических дел по изменению границ земельных участков по улице Александра Чебу, 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 не смеется один, улица Первого, 8, улица Первого, 10, улица Дечебал, 29Е, улица Шевченко, 100, улица Шевченко, 102, улица 31, 89-го года, 78. Сотовая праздничная служба, линия 6, сектор, 08 и так далее по тексту. Заключение специализированной комиссии. В комиссии в консультативно рекомендую опробовать праздничество по исследованию границ и тексту. Вопросы к докладчику? Вопросов не оставим для голосования. Кто за проект решения, прошу голосовать. Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о ограничении семейных участков в комиссии команды обрабатывающихся. Заключение комиссии. В комиссии команды обрабатывающихся. Вопросы к докладчику? Кто за? Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о внесении изменений в решении Совета муниципи обрабатывающихся. Заключение комиссии. В комиссии команды обрабатывающихся. Кто за? Спасибо. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Голосуем за проект решения о космонии. Кто за данный проект решения о космонии? Против, поддержавшийся, единобластный. Голосуем за предложение сертифицированной комиссии изменения. Кто за данные изменения? Против, поддержавшийся, единобластный. Голосуем за проект решения о космонии. Кто за? Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о рассмотрении предварительного заявления ГСК номер 13 в год 22 февраля 2012 года. Заключение комиссии. Вопросы к докладчику обрабатывающихся. Против, поддержавшийся, единобластный. Вопросы к докладчику? Вопросы к докладчику? Кто за данный проект? Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о рассмотрении предварительного заявления ГСК номер 15 в год 208 от 6 февраля 2018 года. Заключение комиссии. Комиссия консультива рекомендустного. Против, поддержавшийся, единобластный. Против, поддержавшийся, единобластный. Вопросы к докладчику по проекту? Вопросов нет. Кто за? Против, поддержавшийся, единобластный. Следующий вопрос о рассмотрении предварительного заявления по катаратике ГСК 1 от 12 февраля 2018 года. Заключение комиссии. Против, поддержавшийся, единобластный. Против, поддержавшийся, единобластный. Вопросы к докладчику? Вопросы к докладчику? Кто за? Как надежавшийся, единобластный. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Дополнительный вопрос. Вопрос о изменении назначения строений и обустройств. Выключение специализированной комиссии. Вопросы к выкладчику. Вопросы к выкладчику. Кто за данный график, кто считал сроки? Против, поддержавшихся единобластно. Следующий вопрос о разрешении у муниципального предприятия жилища и жилища на отравление срока действия договора на МСАО «Фармали» на межилые помещения по улице Кровиар Пирогиарова-2022. Заключение комиссии. Вопросы к выкладчику. Вопросов не оставлено. Кто за? Против, поддержавшихся единобластно. Вопросы к выкладчику. Вопросы к выкладчику. Против, поддержавшихся единобластно. Комиссия по образованию также рекомендует утвердить право решения. 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 Подписывайтесь на мой взгляд в связи с этим. Подписывайтесь на мой взгляд в связи с этим. Подписывайтесь на мой взгляд в связи с другими организациями. Подписывайтесь на мой взгляд в связи с этим. 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 Подписывайтесь на мой взгляд. Подписывайтесь на мой взгляд в связи с этим. 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 Следующий вопрос – это вопросы и запросы Советника. Господин Александр. Виталий Викторович, подтвердите, пожалуйста, законность или незаконность и исключение из Советских Дня вопросов номер 21 на основании тех результатов голосования по предложению Господа Советника Марковича. Результат разрушил Марина Гречина. Я вам хочу начать, а если вдруг я не правильно что-то скажу, мне может поправить Виталий Викторович. Согласно выражению, которое принесло законам 457-го функционирования местных районных советов, написано, что вопрос в процессе голосования, если не набрал количество голосов, то он будет включен в следующую повеску «Нет». На сегодняшний день вы проголосовали один за восемь, против, четверо воздержалось. Часть Советников вообще не голосовала. Поэтому вопрос будет включен в следующую повестку «Дня» по концидору. Я настолько понял, что предложение господина Марковича было исключить из повестки «Дня». Так вот, еще раз голосовал за «Аккин» и так далее. Предложение не прошло. Но не прошло и не осталось. 8, 24, 24, 24, 24. Вопрос в повестке «Дня» господин Маркович предложил его исключить из повестки «Дня». И теперь наскучите результаты, Ирина Горьковича. Еще раз то, что вы сказали. А советники слушайте внимательно. 1, 8, 4. 1 за исключение из повестки «Дня». 8. Против. Четверо воздержалось. Оставление непонятно, что не помню, за что голосуют или не голосуют. Виталий Меречевич, подтвердите, пожалуйста, законность или незаконность исключения из повестки «Дня» вопроса номер 21. Данный вопрос, исходя из голосования, не был исключен из повестки «Дня». Я прошу оставить голосование. Вопрос номер голоса 1 в таком случае. Славьтесь, голосование. Аккуртурно припунктах. Господин Бучарский. Если можно, уважаемые коллеги, мы вернемся к предыдущей сессии, в которой мы, где разговор ставили свои подписи, депорации, или обращение, которое было нами подписано. Насколько я помню, мы подписали 21 или 22 советника под этим обращением. Значит, на ожидании муниципального совета предыдущего был поставлен вопрос, чтобы рассмотреть этот проект решения. Вот в данном случае мы его рассматриваем этот проект решения. Мы уже подписали эту операцию и рассматриваем этот проект решения в муниципальном совете. Спасибо. Спасибо. Ставим на голосование вопрос. Включение комиссии, пожалуйста. Заключение комиссии по образованию положительное. Господин Майкорович. Дорогие советники, я ничего не имею против. Но еще раз говорю, если господин ушатый, как рвется в бой, мне интересно, сколько, знаю точно только, кто мы предложим, сколько боюем мы с нашим полигоном, которые в той же социальной партии есть примар этого села, много муниципального, есть президент страны, которые выбрали тоже социальную партию. И скажу тебе, сколько раз обращения были? Хоть бы раз они помогли вам, господин Майкорович? Мне это интересный вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, никто из партий социалистов нам не помог. И я не говорю там о примаре, к тому, на величе, но он вообще занял непонятную для него, наверное, восьмого позицию. Но что он говорит одно, на деле делает все другое. Президент, вы знаете, тоже был в нашем городе. Вроде два дня назад он даже не зашел в примарию, это не ему, наверное, уровень, и не обратил внимания на проблему мусора. Значит, на сегодняшний день я могу сказать, что обратил внимание на проблему мусора, это премьер-министр. Значит, сегодня будет заседание в 15 часов по нашему вопросу, где мы будем присутствовать. Что касается мусора, значит, то, что спрашивает господин Маркович, ну, наверное, вы не услышали. Спасибо, господин Александр. Тогда, дорогие советники, партийный монстр, коллеги и все, кто в зале, скажу, пожалуйста, как можно мы называть за декларацией советников социально-институтской партии, которые никогда не хотят помочь нам ничего? Спасибо. Уважаемый советник, я прошу обратить внимание, что по процедуре рассмотрения вопросов заключения комиссии услышали. Если есть вопросы к докладчику, то докладчик я. Господин Маркович, задавайте мне вопросы. Я уже задавал. Могу сильно отвечать, могу заставлять, могу с трибуны, пожалуйста, слушаю вас внимательно, и у других советников тоже. Вопрос по существу по тексту декларации? Если есть, я готов ответить. Господин Кучарский, вопрос по существу. Вопрос по существу, я думаю, рассматриваю декларацию, которую я хотел бы господину Марковичу напомнить о том, что в данной декларации мы рассматриваем вопросы, связанные с какими-то функциями в выполнении то ли президента, то ли преминистра, то ли каких-то партийных партий, которые были, политических партий, которые цены. В декларациях изложена вопрос государственности. В декларации мы говорим о том, что мы хотим отстанять нашу государственность в республике Молдова независимость, которая нас сегодня склоняет к тому, чтобы мы объединились с другой стороны. Об этом идет речь. Мы в данном случае не ведем речь о чем-то другом. Мы не ведем речь о функции каких-либо подразделений, управления, администрирования нашей республики. Спасибо. Еще вопросы к докладчику по существу имеются. Господин Кожухарев. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Тротив». «Тротив». «Один». «Воздержавшимся». «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать». «Прошу». «Спасибо. Еще вопросы и запросы советников, господин Маркович. Еще вопросы и запросы советников, господин Маркович. В местах, которые я обозначил, повторяю, это улица 31 августа, район Цадика, это чуть ниже прихода Константина Елены. Это 31 августа в районе бывшего банка для экономики, это улица Ленинградская, Штефан Челмазе, район, дом официальных районов. Это вопросы, связанные по улице Йорга, район автозаправочной станции Круп, парковка большегрузных машин. Это парковка большегрузных машин, это поле, это автобусы. Если хотите, я могу вам показать фотографии, где эти машины паркуются, как они парковались, так они паркуются. Как с правой, так и с левой стороны. Хотелось бы, кстати, обратиться, наверное, к органам ОВД, в данном случае полиции, которые могли бы как-то принять решение, изменить действия, чтобы запретить парковку этих машин и запретить погрузку, в данном случае, автобусов и по перевозке пассажиров. У нас есть специально определенные места, есть автобус зал, который можно делать подгрузку пассажиров, который будет безопасным, который не приведет к никаким проблемам, не дай бог, каким-то транспортным коллапсам. Спасибо. Господин Григорьевич. Баруси, я говорил на прошлом доседании, советовал, значит, что эти вопросы, они все отмечены, зафиксированы, что этот вопрос будет поднят на комиссии по безопасности. Так как комиссия по безопасности из-за того, что не было утвержден состав комиссии, перенеслась со вторника на пятницу, этот вопрос будет поднят, и я вам обещаю, он будет обязательно рассмотрен. И я надеюсь, что будут положительные ответы на все ваши вопросы, мы просто не успеем. И поэтому это чуть наше время, но и не наше. Неделя. Спасибо большое. Еще вопросы, господин Григорьевич. Господин Григорьевич. Я на прошлой сессии задал вопрос о состоянии феносового состояния муниципальных предприятий. Также хочу по этим предприятиям, термогазу и гостиницы Белц, получить информацию о задолженности перед сотрудниками заработной платы. О задолженности заработной платы перед сотрудниками. Потому что есть информация, что около года в одном из этих предприятий не платят заработную плату. То есть, первое, это так, есть ли задолженности, второе, в какой категории сотрудников есть эта задолженность? То есть, администрации, либо с полонателем каким-то, с лицаря, находящие люди. То есть, хотелось бы узнать. Но именно термогазу и гостиницы Белц. Господин Абургинский, 29 марта у нас будет очередной официальный муниципальный предприятий. Мы отправили письма уже директорам муниципального предприятия, чтобы они подготовили полные финансо-экономические отчеты за свои деятельности за прошлый год. И указаны уже вот эти ваши вопросы, которые вы говорили о заработной плате. О заработной плате тоже, да? Отлично, спасибо. Еще вопросы, вопросы имеются? Нет, это у меня есть несколько объявлений. Для вас, уважаемые советники и для всех наших бельчан. Приглашаем сегодня, 1 марта, в 17.00, всех желающих в Муниципальный дворец культуры на открытие Международного музыкального фестиваля «Мартишот». В 17.00 будем рады вас всех видеть. Дальше, следующая информация. Приглашаем всех желающих 6 марта, в 16.00, в Муниципальный дворец культуры на торжественный концерт, посвященный Международным днём, 8 марта. С чем и поздравляем всех там с приближением скорого праздника. Скоро наш день, девочки. Следующая информация. Приглашаем завтра, 2 марта, всех желающих почтить день памяти павших в военном конфликте 92-го года за целостность и независимость Республики Моргова. Сбор всех желающих с 8.50 до 9.00 у инспектората полезен. Спасибо. Если вопросов больше нет, предлагаю проголосовать за закрытие заседания. Кто за? Против. Поддержавшись. Спасибо.